Приветствую вас, и поскольку проблема заключается в вашем мужчине, то есть мужчина явно находится на перепуте, в определенном кризисе, может быть. А может быть, это все лишь только его слова, а в действительности он вас обманывает, чтобы сохранить отношения с вами и иметь, скажем так, запасной вариант. Мы не можем знать о том, что думает человек, что думает третий лицо, в данном случае это ваш мужчина, и поэтому мы не можем судить о нем. Но его знаете вы, и это поможет вам выстроить линию поведения, опираясь на то, как себя в данный момент ведет ваш мужчина. В данный момент он ведет себя так, что у него есть, по сути, вы и, по сути, другая женщина. То есть получается, что чем бы мужчина не руководствовался, вы выносите его в данном случае, в данной ситуации делить с другой женщиной, и тем самым принижать свою гордость, самолюбие, тем самым бить по своей самооценке и по достоинству. Потому что такое отношение к мужчине говорит о том, что он, ну, в общем-то, не ставит вас на первое место. Возможно, он действительно испугался каких-то серьезных отношений с вами. Возможно, он просто еще не нагулялся, ему хочется свободы. Тем не менее, вне зависимости от того, что ему хочется, вы совершенно правильно заметили такую вещь, что вам тоже нужно как-то жить, что-то думать и так далее. И как-то действовать. Значит, в этой ситуации вам необходимо занять нейтральное положение, нейтральную позицию. То есть, с одной стороны, не позволять себе встречаться с мужчиной до тех пор, пока у него другая женщина. С другой стороны, говорит ему, что вы не против с ним отношений, но только когда он будет к этому готов, потому что вы готовы, но не собираетесь его с кем-либо делить. А третий, дайте ему понять, что вы не стараетесь его ждать вечно, пока он решится. И если в течение какого-то времени он это не сделает, то вы рано или поздно будете искать себе другого мужчину, который будет более решительно, более активно действовать. И что самое главное, он не будет делить вас с другой женщиной, с другим партнером. И вот эти три момента вам нужно спокойно, без агрессии, без каких-то претензий ему сказать, что вы этим добьетесь. А с другой стороны, вы покажете мужчине, что принимаете его позицию, то есть не собираетесь его сменять, не собираетесь на него давить, не собираетесь как-то пытаться переформировать его отношение к себе, потому что принимаете его таким, какой он есть. С другой стороны, это принятие его таким, какой он есть, для вас означает, что вы и себя принимаете такой же, какая есть вы. А это означает, что вы понимаете, что интересы мужчины нужно защищать, и он влежавка это делает, также понимаете, что и свои интересы также требуются защищать. И эта защита интересов как раз таки проявляется в том, что вы мужчине говорите о том, что если он в будущем не решится в течение определенного времени, какого времени, вы не знаете, это зависит от обстоятельств, но если мужчина вам не уделяет внимания, то вы рано или поздно найдете того, кто будет уделять внимание вам. Вы просто-напросто перестанете быть его и будете жить дальше, а он будет жить дальше своим путем. И вот именно так вам нужно поступить, потому что если вы будете на мужчину давить, если вы будете оказывать прессинг на человека, то это может повлечь на собой несколько негативных последствий, и в первую очередь этих последствий может быть два. Первое последствия – это то, что в результате вашего давления мужчина согласится быть с вами, но при этом он будет постоянно традиционировать вас как инициатора этих отношений, будет чувствовать, что вы в нем нуждаетесь и не будет бояться вас потерять. А во втором случае он ощутит себя несвободным, и это его еще больше от вас отдалит. Чтобы не обращаться в эти крайности, чтобы не испортить отношения, чтобы позволить мужчине действительно определиться с тем, что он чувствует к вам, и позволить ему проявлять истинное, что он ничем не замутненное, вам требуется занять такую вот нейтральную позицию, но при этом показывать ему, что вы готовы с ним быть, готовы с ним строить отношения и так далее, но как только он на что-то решится и что-то на что-то сам для себя определить. Вот, примерно так, я думаю, вам стоит поступать, а время в данном случае пока нет. Действительно ли мужчина вас любит и действительно ли он хочет быть с вами, или это просто попытка, попытка по сути усидеть на двух стульях. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok